доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели остался последний рывок и соответственно после уйдем на выходные неделя пятидневка оказалась весьма насыщенная с точки зрения экономического календаря событий было много волатильности просто зашкаливает разумеется нужно в спокойной обстановке еще раз переварить все это наследие с которым мы переходим на следующую неделю потому что понедельник разумеется мы снова вернемся к финансовым рынком посмотрим что нас ждет может быть проведем кое-какое перепозиционирование по ряду активов но пока давайте все-таки соберемся силами и доторгуем до конца этот заключительный день недели разумеется в ходе брифинга как и всегда обозначу кодовое слово это то слово которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям которые действуют в рамках нашей компании это кодовое слово будет произнесено либо в середине либо ближе к концу брифинга сегодня величина бонуса а 5 процентов и традиционно в пятницу кодовое слово действует до понедельника то есть если обычно это сутки то сейчас у вас по сути будет три дня чтобы принять решение о повышении покупательской способности ваших депозитов еще раз напоминаю и не устаю это делать поскольку на столь волатильной среде разумеется дополнительные капиталы это сейчас скажем как бальзам на душу потому что идея может быть есть с точки зрения фундамента вполне обоснованы логичны и соответственно верны но прежде чем рынок скажем начинает и придерживаться логики следовать скажем более приемлемым и оптимальным и соответственно обоснованным движением разумеется может быть и локальная просадка которая разумеется также нужно пересиживать начать предлагаю сегодня с наших привычных активов это нефти российская валюта не будем изменять сценарию потому что знаю что многих трейдеров прежде всего интересует именно рубль а сейчас с разумеется на нефтью что мы видим сейчас по бренду мы видим то что актуальные котировки 46 долларов за баррель видели то что за последнюю неделю по сути не потеряла еще практически 10 процентов практически в целом коррекционный потенциал сохраняется он по-прежнему велик бренд wti смещаются в сторону своих новых многолетних минимумов если еще несколько дней назад мы увидели как держался уровень 48 потом он также очень соответственно легко сдал позиции активным медведям которые толкнули рынок ниже даже а 47 50 потом 47 потом 46 50 и вот сейчас фактически актуальная котировка 46 такая стабильность конечно же может для тех кто делает ставку на коррекцию это конечно же позитивный фактор потому что действительно каждая идея каждая сделка это без проигрышный расчет 46 точнее мы даже ставили напомню несколько недель назад в качестве цели 47 46 сейчас учитывая актуальные цены можно сказать что эта цель реализована но поскольку фон не меняется поскольку по-прежнему фундаментальное давление остается свойственным для этого актива я считаю то что можно даже смело ставить новые цели разумеется пониже текущих значений и также смело вместе с рынком вместе с реализацией коррекционного потенциала по нефти двигаться к этим рубежам следующая цель 45 еще раз напомню что буквально несколько недель назад то мы конечно же говорили о возможности тестирования поддержки в районе 45 долларов за баррель но считали то что на этом может потребоваться куда больше времени чем одна неделя но мы предполагаем соответственно а рынок располагает видимо оснований достаточно и эти основания реализуются как раз через медвежьи сделки и такой же медвежий потенциал 45 делаем на ставку соответственно на бренд если за последние сутки интересные скажем факторы которые могут наверное еще больше усилить наше правильное представление о будущем нефти но в качестве такового разумеется стоит отметить в качестве таковых это во первых эту коррекционную динамику которая сейчас характерна буквально для всего мирового фондового рынка последние торговой сессии это один сплошной негатив когда индексы теряют по несколько процентов буквально за один день такого мы не видели разумеется уже давно и причина как раз охлаждение мировой экономики причина развязанные девалюционные войны национальных мега регуляторов валютные войны и неизвестность того что же будет дальше потому что китай который по сути является триггером а с точки зрения даже катализатором наверное так будет правильнее сказать потенциальных темпов восстановления мировой экономики сейчас продолжает переживать не самые лучшие времена посмотрим к примеру за на одним из барометров китайского фондового рынка это композитные индексы напомню что во вторник этот актив просел больше чем на 6 процентов в среду мы увидели прямо на азиатской торговой сессии то что он потерял еще там больше трех процентов правда концу торговой сессии индексы удалось и отбить потери и выбраться даже незначительный прирост и вот сейчас на азиатской торговой сессии мы снова видим то что композитный индекс шанхая теряет уже больше 1 процента а соответственно можно говорить что потери для китайского фондового рынка исходя из этого показателя составили практически за неделю 10 процентов это мягко говоря еще одно подтверждение схлопнувшегося финансового фондового пузыря и это между прочим не первый раз скажем на не первый раз а что мы видим на китайском фондовом рынке за последние несколько недель по-прежнему китай эта тема номер один особенно после того как народный банк китай девальвировал национальную валюту и все конечно же задумались касательно а того что же все-таки дальше ожидать опять же в качестве следствия транслирования потенциальных рисков на другие мировые экономики что дальше ожидать и от действий cb от фрс от европейского центрального банка от других мега регуляторов потому что если мы увидим действительно факт подтверждения переброса дефляционных рисков на другие площадки значит может быть это станет основанием для слома а прежней такой парадигмы монетарного курса и прежних механизмов но прежде чем говорить по факту об этом а я предпочитаю делать именно так все таки давайте пока понаблюдаем ситуацию есть определенные позитивные предпосылки связаны с тем что народный банк китай но просто но не может пустить все на а самотек и может быть предпринимать достаточно усилий для того чтобы стабилизировать экономическую ситуацию повысить устойчивость финансового сектора китая что может соответственно успокоить рынки позволить им снизить обороты волатильности и вернуться к более такому размеренному привычному фундаментальному руслу которую мы закладываем наши позиционные долгосрочные идеи поэтому говоря про нефть еще раз отмечу что цели у нас исключительно направленные на еще большую просадку дальнейший ориентир давайте 45 50 45 не удивлюсь если уже до конца сегодняшнего дня особенно активность с которой нефть теряет оппозиции последние дни может оказаться даже рядом с этой отметкой до закрытой сегодняшней торговой сессии хотя есть такой скажем нюанс как фактор а пятница эффект пятницы он связан с тем что к этому дню обычно трейдеры подходят с осознанием того что пора отдыхать уходить на выходные и скажем дополнительно анализирует тот результат который был достигнут в ходе пятидневки и если действительно профит уже неплохой разумеется бывает логичным правильным и также обоснованно просто пофиксить тот результат который уже достигнут поэтому в пятницу мы зачастую видим обратные тренды в частности примеру закрытия коротких сделок к профитных по нефти может стать причиной такого технического выброса наверх такой сценарий также возможен но поскольку мы делаем опять же позиционную картину описываем и анализируем с точки зрения такого долга и среднесрочного фона я считаю то что скорее всего вот этот уровень психологический рубеж а вслед за полтинником уже на 45 и он в принципе может быть потестирован этим активом самое ближайшее время может быть уже сегодня может быть уже в начале следующей недели что касается российской валюты здесь наша цель также реализована еще рубль против американца протестите за тавтологию потерял еще один рубль по итогам последней торговой сессии и поскольку мы уже делаем точнее продолжаем делать ставку на еще большее снижение нефти разумеется уже совсем недалеко буквальном смысле рукой подать до очень важного уровня по сути февральского одного из февральских хаев это 70 рублей против донора уже пришли к выводу что центральный банк находится в стране не вмешивается в текущую ситуацию на российском валютном рынке и я думаю что вряд ли скажем центральная банка действительно вступит в игру до какого-то психологического уровня но хочется надеяться что это 70 может быть даже это опять же преждевременное заблуждение 65 это был уровень бездействия может быть 70 это также центральный банк будет окурить в стране дальше рубль пойдет на 75 80 но остается только гадать конечно же все будет зависеть от динамики нефти если центральный банк начнет задействовать те инструменты которые есть в арсенале чтобы снизить давление на российскую валюту я думаю что как ни крути при всем потенциале и возможностях цб если нефть продолжит осыпаться вниз а к сожалению наверное бороться с снижением на стоимости главного экспортного российского товара будет попросту невозможно но это негативный сценарий хотелось бы конечно же увидеть какой-то именно сакральный уровень когда цб выйдет на рынок и при этом еще параллельно с запуском каких-то альтернативных инструментов поддержки рубля и нефть может быть нащупать свое локальное дно и сможет показать скажем отскок наверх выше уровня там а 47 48 может быть даже вернуться к 50 долларов за баррель но это очень оптимистичный сценарий может быть спустя какое-то время мы обозначим его в качестве наших ориентиров но пока еще раз повторяюсь работаем с фактами с действительностью основание для роста как нефти так и рубля нет а значит продолжаем продавать черное золото и продолжаем делать ставку на еще большую девальвацию рубля следующая цель если у 68 достигнута погнали тогда на 69 ну или можно сразу сказать я в район 70 рублей за доллар идем дальше европейская валюта конечно же на этой неделе испортила нам всю малину потому что мы видим что на главный валютный риск вопреки тому фундаментальному фону который мы закладывали возможности коррекционного движения этого актива сейчас игнорируется рынком трейдеры активно покупают главный валютный риск толкают евро все выше и выше в частности за последние две торговой сессии уже динамичная азиатская сессия получилась и пара евро доллар прибавила около 170 в 180 пунктов и уже вплотную находится рядом с уровнем 1 13 если причины для скажем на что сейчас смотрит рынка на что обращать внимание трейдеры чем руководствуется разумеется если вы следите за всеми нашими брифингами либо за новостным фоном локальной поддержки для евро как таковой нету то есть нету поддержки со стороны национального макроэкономического фона баллом правит доллар и именно поведение американской валюты слабости является причиной спроса на те активы которые обычно пользуются слабостью американского доллара и среди них это конечно же европейская валюта напомню что на в среду мы анализировали протоколы последнего заседания федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках фрс сша протоколы как ожидалось точнее вопреки ожиданиям не смогли добавить конкретики по срокам повышения процентной ставки мы не услышали даже намеков на то что собираются скажем добавить собираются скорректировать монетарные курсы монетарную политику то есть протоколы по сути были без идейными для рынка потому что по-прежнему самый важный вопрос касательно нормализации сроков нормализации денежно-кредитной политики это вопрос который остался в подвешенном состоянии то есть неразрешенном самое важное что нужно было уяснить для себя по факту протоколов а так это тот факт что фрс не стал исключать возможности повышения процентной ставки в сентябре в принципе можно даже сказать что о сроках вообще не говорили они сказали когда это произойдет и не сказали что в ближайшее время этого точно не стоит ожидать поэтому в принципе наша идея которая касается на фокусирование на возможном росте американской валюты по причине уже совсем возможно скорого решения по повышению процентной ставки она остается актуально посмотрим на последний фундаментальный фон характерный для американской экономики это данные по рынку труда и рынку от недвижимости по рынку недвижимости в частности можно привести в доказательство восстановление сектора еще и вчерашний отчет напомню что продажи жилья выросли на 2 процента в месячном эквиваленте против прогноза снижения на 0,6 процента очевидный прогресс давайте вспомним те данные которые мы анализировали на прошлой и в начале этой неделе по рынку недвижимости кстати это продажи на на вторичном рынке максимум за последние восемь лет это индекс доверия к рынку недвижимости со стороны американских потребителей максимум за 10 лет число закладки новых фундаментов также хороший показатель даже скажем перспективе не последних нескольких месяцев а хороший показатель за несколько лет также хай за 78 лет то есть еще один длительный период который в принципе позволяет нам на фоне этих данных делать вывод о том что американский рынок недвижимости полностью восстановился после кризисных 2008-2009 годов и сейчас чувствует себя очень неплохо каждый отчет это по сути фактор подтверждения сохраняющейся восстановительной тенденции идем дальше рынок труда вчера были опубликованы данные по росту числа заявок на пособие по безработице традиционный отчет четверга которые позволяют нам оценить те возможности возможности в целом экономики америки по снижению общего показателя безработицы мы знаем то что на текущий момент общая ставка безработицы составляет 5 3 процента но на фоне того что мы видим по заявкам на пособие по безработице уже наверное за двадцатую неделю в подряд мы наблюдаем отчета ниже 300 тысяч в частности вчерашние 277 тысяч против прогноза 272 еще раз напоминаю что если отчет ниже 300 тысяч значит смело можно говорить о том что можно смело закрывать глаза на фактическую цифру знаю что а в целом очевидна тенденция восстановления что приближает опять же целевой показатель по рынку труда к тому параметру который закладывался скажем в основу деятельности касательно улучшения экономики со стороны фрс это показатель 5 процентов осталось снизить безработицу на 0,3 процента но с учетом а такой динамики рынка труда я считаю то что на это потребуется еще максимум два месяца то есть как раз концу 2015 года мы уже наверняка подойдем вместе с американской экономики со констатации очевидного прогресса и на рынке труда еще одним камнем преткновения точнее единственным наверное после улучшения ситуации по секторам которые я сейчас проанализировал является еще низкая инфляция в ходе протоколов представители обозначили действительно риски того что этот показатель находится под давлением но буквально за несколько часов до протоколов напомню что мы анализировали данные по индексу потребительских цен и по факту отчета увидели что инфляционное давление растет уже второй месяц подряд поднялась с нулевых значений данные целых две десятых процента и хорошо что мы увидели этот прирост даже на фоне существенного снижения цен на энергоносители я считаю то что как раз отчета которые мы анализировали в среду можно уже трактовать как неплохое основание того что индекс потребительских цен продолжит расти и двигаться к своим целевым показателям поэтому возвращаемся к идее по евро доллару и доллару японской иене доллар находится под давлением даже несмотря на то что вчера было опубликовано несколько о хороших сильных макроэкономических отчетов в частности даже еще хочу отметить по активность производственном секторе она также на многомесячных хаях 8 и 3 процента против прогноза 7 но все эти данные были полностью проигнорированы трейдерами почему потому что сейчас трейдеры почему-то опять же больше руководствуется тем фактом что вероятность повышения процентной ставки снизилась всего лишь с 50 процентов до 40 и я сразу хочу подготовить вас к следующим важным макроэкономическим релизом частности но он фарм пэрлс который будет опубликовано в начале разумеется сентября я уверен то что если но он фарм пэрлс превзойдет ожидания если в этот день помимо рынка труда мы еще проанализируем динамику роста заработных плат что в целом станет основанием для потенциального роста индекса потребительских цен я считаю то что показатель в плане ожиданий повышение процентной ставки и вероятности этого события снова возрастет 40 выше 50 процентов и тогда на рынке снова будут актуальны те идеи которые в принципе мы обозначаем поэтому вчерашний позавчерашний да и последний рост евро доллара который мы наблюдаем связан с тем что на трейдеры и инвесторы может быть перемудрили с теми тенденциями которые сейчас есть если кто-то подключается длинным и сделкам по евро доллару сейчас это может быть скажем может обернуться значительными потерями если после актуализации фона возможности дополнительных мер экономического стимулирования со стороны ЕЦБ и повышенных спекуляциях на тему повышения процентной ставки доллар снова начнет набирать обороты и отбивать утраченные пункты против всех основных конкурентов тогда коррекция пойдет осущественной сейчас евро доллар уже с учетом в текущих актуальных цен реально находится в коридоре примерно 1 10 1 14 ну запаса может быть восходящего движения прежде чем можно будет говорить о сломе тренда это еще 100 100 с небольшим пунктом но оснований точнее поддержки для сохранения вот этого бучьего ралли по прежнему нет потому что сейчас наверняка рынок захочет еще пофиксить результаты на после таких затяжных ралли последних дней перед выходными в понедельник я думаю что после выходных рынок основа еще раз проанализирует общий фундаментальный фон и сделает ставку на то что отказываться от прежних старых инвестиционных идей еще слишком рано поэтому евро доллар здесь и моя рекомендация для долгосрочных трейдеров ни в коем случае не паниковать и ждать собственно на движение ниже уровня 1 10 что касается пары доллар японская иена то опять же тот фон который сейчас обозначил в любой момент может а снова придать импульс для роста американцу и позволить реализовать этот потенциал который характерен для доллара как ни крути это бычий потенциал сейчас актуальные котировки 123 соответственно ждем а все равно движение в район а 125 это что касается оппозиционного трейда еще хотел пару слов сказать про на фунт вчера были опубликованы ироничные продажи они оказались слабее прогнозов соответственно слабые родичные продажи мы тут же начинаем анализировать с точки зрения очень незначительного вклада в будущие темпы экономического роста поэтому ввп ждем не очень сильные по британии соответственно не забываем еще про пересмотренные сроки повышения процентной ставки которые также откладываются еще на более неопределенный срок чем со стороны фрс а инфляция в лучшем случае хотя бы даже приблизиться может быть окажется выше полутора процентов целевой показатель 2 процента но полтора процента это также лишь оптимистичные ожидания которые уходят сейчас на третий квартал семнадцатого года поэтому позиционно фунт также является одним из собственно кандидатов на продажу вчерашние собственно ироничные продажи стали причиной серьезного ослабления фунта мы увидели движение пары в район 1 56 но опять же потом повышенный спрос на рисковые инструменты точнее прежде всего на евро и падение американской валюты стало причиной соответствующего восходящего ралли и по фунту поэтому пара на текущий момент торгуется на чуть ниже уровня 1 57 но мы продолжаем делать ставку на возможность закрепления актива ниже уровня 1 55 придерживается прежних трендов прежних идей сейчас австралийцы понятно что он страдает наверное чуть ли не больше всех от ситуации с китаем мы ставили основа среднесрочную цель закрепление ниже уровня 0 73 эта цель реализована мы видим то что сейчас по сути локальный даже минимум был ниже этой отметки но опять же актуализирую идею что на уровне 0 73 отказываться от продаж австралийца ни в коем случае не стоит потому что дальше у нас маячит уже среднесрочная долгосрочная цель это скажем на перспективу в два-три месяца и возможности снижения австралийца против доллара в район но 70 вот туда мы сейчас и делаем ставку что касается кодового слова а на сегодня учитывая безумную волатильность последних дней разумеется по практически всем финансовым активам и рынка форекс и фондового рынка давайте в качестве кодового слова сегодня возьмем рекорд бонуса еще раз напоминаю пять процентов это дополнительный бонус на пополнение к тем акциям которые действуют в рамках нашей компании и бонуса соответственно актуален до а следующего понедельника до следующего брифинга вопросы есть безусловно актуально сейчас мы видим по этому тандему валютных активов коррекцию несколько сотен пунктов чуть-чуть мы не дотянули до аппаритета в один но с точки зрения опять же долгосрочного взгляда не стоит забывать про эти действия которые предпринимать национальный банк швейцарии разумеется пытаясь ослабить курс национальной валюты для того чтобы поддержать производителей стране и что касается доллара я думаю что все уже прекрасно поняли отказываться от длинной идеи по американской валюты мы не собираемся а значит что касается прежних ориентиров это те же самые актуальные идеи ждем паритета может быть на это понадобится теперь чуть больше времени но я думаю что до конца этого года может быть даже и перспективе двух-трех месяцев мы сможем достигнуть этого очень важного рубежа тогда большое спасибо за внимание ждем вопросов и комментариев на нашем официальном канале а маркет с на ютюбе и оставляйте их под видео окном всего доброго до свидания